Чтобы быть на шаг впереди в машинной и ракетостроении, нужно совершенствовать систему подготовки молодых кадров, уверенно в региональном отделении Союза машиностроителей. Инициативу поддерживают и областные власти. В следующем году систему среднего профессионального образования региона ждут перемены. Специальная комиссия при областном правительстве уже начала работу. Машиностроительный комплекс фонтур очень широк, специальности нужны самые различные. И если брать наш аэрокосмический, то там удалось более или менее всю цепочку, всю вертикаль подготовки кадров отработать лучше по другим направлениям, пока это до конца не доделано, не сделано. И мы будем работать. Если говорить о том, что было пять лет назад, а сейчас совершенно другие требования к специалистам, которых необходимо готовить. Нужно очень серьезным образом понять, в чем, собственно, сегодня запрос одной из ведущих отраслей машиностроения. Интерес к техническим специальностям в области вырос. По информации регионального министерства образования, половина всех девятиклассников выбрали рабочие профессии. Чтобы в дальнейшем все эти студенты трудились по специальности, постараться нужно и предприятиям. Для этого предлагают проводить больше конкурсов профессионального мастерства. Могут быть какие угодно замечательные станки, какие угодно замечательные научные изыскания, фундаментальные, в прикладной науке. Но без того персонала, который командует станками, того персонала, который способен сменить предыдущее поколение, перспективы у нас весьма и весьма слабые. Молодых специалистов поддерживают и на законодательном уровне. Впервые в Российской Федерации в нашей области приняли закон о молодом специалисте. Но большинство руководителей предприятий об этом законе мало знают. И, конечно, было бы правильно и с этой точки зрения послушаться Минтруда, на мой взгляд, регионально, с тем, чтобы они подробнее рассказали, какие возможности открывает закон, это не проект, закон для поддержки закрепления молодых талантель специалистов у себя на предприятии. Готовить специалистов рабочих профессий по мировым стандартам в Самаре будут в новом региональном центре. Его планируется открыть на базе Самарского авиационного техникума. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События. Здесь, конечно же, нельзя... Продолжение следует...